Приветики! О, я в кадре! Сегодня видео будет посвящено весенним матовым помадам. Я у себя нашла идеальное соотношение цена-качество. Это белорусская компания Relovis и их серия Комплименты. У меня было такое видео когда-то на канале, я его уже удалила, потому что меня там очень сильно все засрали, потому что я не знала, что Комплименты это серия фирмы Relovis, то есть то же самое, что в Avon серия Plantspa. Поэтому я его удалила и решила переснять. Я заказала 4, и было у меня 2, и того у меня уже 6 помад. А вообще ихняя палитра состоит из 9 оттенков, я выбрала самые такие, ну, классные. Поэтому сейчас вам и продемонстрирую. Я их заказывала на сайте Make Up, их стоимость 66 гривен, где-то 2 доллара и 20 центов, где-то вот так вот. Прошла мне сайт Make Up тем, что я не платила деньги за доставку. В данный момент у меня на губах оттенок под номером 1, и также я взяла оттенок под номером 2. Как вы можете наблюдать, вроде бы 2 темнее, нежели 1, хотя на самом деле и 2, и 1 абсолютно одинаковые. Никакой разницы на губах они не несут, поэтому советую вам взять либо 1, либо 2. Сейчас вы будете сбоку меня видеть свочи остальных. У меня еще есть вот 4 цвета. Это 4 оттенок, 8 оттенок бордовый, 9 оттенок самый-самый темный. Вы его видели уже не раз в моих видео, когда у меня такие прям как бы черные губы. И оттеночек под номером 3, он ярко-розовый. Почему именно комплименты? Во-первых, очень дешево. Во-вторых, очень хорошее качество. Они не липнут, они очень быстро засыхают, они очень насыщены. Я также имела неосторожность заказывать реплики Lime Crime. Как и я говорила в своих предыдущих видео, что светлые оттенки не липнут, они хорошо наносятся. А вот темные оттенки у меня это оттенок салым, он такой коричневый, я тоже когда-то снимала с ним видео. Он такой липучий-залипучий, что на губах его носить просто отвратительно. И очень такая одушка неприятная. На весну запустись в комплименте. Прохожу мимо распродаж в таких магазинах, они у нас называются Пугутово Химия. В нем я приобрела помаду Париса за, не помню, 20 гривен. Ярко-оранжевого оттенка. Мне не понравилось, очень пахнет кокосовым маслом. Такая противнюшная и вообще нестойкая. Ну, короче, гадость редкостна. Вот эти Париса не советую. Зато на отмен с Ткуим я нашла вот такие вот помады. Это у меня флёрмар 7 гривен. Девки, я офигела. Цвет бордовый. Она так круто держится. Она вообще не пахнет. Она матовая. Она такая удобная, комфортная в носке. Вот эти по 7 гривен. Если где-то увидите вот такое вот, не стесняйтесь, набирайте себе пару оттенков. Мальва тоже 7 рублей. У меня это фиолетовая. И коричневая. Короче, бомбезные. Единственное, что они пахнут одеколоном. И они не такие матовые. Они более как бы жирненькие. Но девочки, по 7 гривен. И сроки у них нормальные. Так что попрошу вас, когда вы заходитесь в какой-то магазинчик, там чуть-чуть под витринками пошуршите, посотрите. Там можно, можно, много чего интересного найти. Дюкс-то я вот все хотела вам показать. Заказала вот эту тушь, которая здесь типа с одной стороны эмульсия. Кисточка. Тушь отвратная. Водянистая. Я ее и сушила. И это самое, короче, тушь говно редкая. Еще поделиться. Нашла вот для себя вот такие вот лаки. Вы это 100% можете где-то их у себя увидеть. Называется Ups GEL FINISH. Эти лаки вот сейчас у меня вот этот вот зелененький. И у меня есть еще синий и куричневый. Самые классные лаки. Вот правда говорю, стоимость где-то 20 гривен. Они действительно настолько хорошо ложатся, как будто гель. Ну, понятно, они держатся максимум 3 дня. Но они очень-очень круто ложатся. Также я себе заказала на этом же сайте Makeup. Это скраб для губ фирмы Evelyn. Кстати, раньше это, ну и сейчас это очень дешевая фирма. Но в ней есть очень некоторые хорошие продукты, которые даже Елена Кридина рекламирует. Ну, как бы говорю, что они хорошие. Стоимость этого скраба 50 гривен. Можно делать его дома самим, но я решила взять. Выглядит как помадка. Наносите и скрабируете. Запах земляники. Губы отшелушивает хорошо. Но, если честно, с одной щеткой их полирнуть можно намного лучше. Ну, как альтернатива, можете попробовать. Это Lip Scrub 8 в 1. И еще чуть-чуть Эймон. Значит, заказала вот такой бальзам. Это у меня дыня. Он имеет цвет. Такой чуть-чуть красноватый. Увлажняет плохо. Увлажняет плохо. Я гонюсь, как голубым по Европе, что времени мало. Заказала крем для рук. Мне очень понравилось. Цветущая сакура. 20 рублей. Очень быстро впитывается, не липнет и не оставляет какой-то дискомфорта на руках. И вот эта самая крутая штука, которая есть. Кер. Эймон Кер. В общем, вот этот бальзам очень интенсивно увлажняет. Для губ это самое то. Лучше я ничего не пробовала. Знаете, где у меня лежат вот эти два крема? В кровати под подушкой. Я ложусь спать. И мне в сом уже вставать и начинать можно всякими кремами. Поэтому я все свои уходовые средства храню у себя под подушкой. Вот легла уже отдыхать с под подушки. Достала, ручки намазала. Достала, лупки намазала. А, и сейчас я вам покажу лайфхак на весну. Очень я хотела себе юбку с бахромы. Есть она в фирмах Asus, Stradivarius, Zara. У меня произошла и плохая, и хорошая ситуация. Помните, штаны я вам показывала, что я купила в одном из секонд-хендов? Asus кожаный. Так вот, когда я их одела и нам вымылась, они на заднице лопнули. Пришлось их что делать? Выбрасывать. Ручка, ну что, ничего не выбрасывает. Та-дам! Эту юбку я пошила из штанов. Объясняю как. Я сейчас ставлю пару видосиков, чтобы вам было понятнее. Смотрите, оставляете задницу от штанов, обрезаете, а со штанин делаете ленточки, разрезаете, делаете лапшу и пришиваете по очереди. И получается у вас суперкрутяшная юбка. Если вы порвали свои штаны или кожаные лосины, вы можете смело сделать юбку с бахромой. Во-первых, делается легко, взяла буквально за 3 часа. Так что, девочки, все шьем юбки на весну. Кстати, хочу сказать огромное спасибо Юлечке за то, что она меня нарисовала. Безумно приятно. Девочки, если вы хотите сделать мне приятно, вы можете присылать мне подарки. Я оставлю адрес своей почты под этим видео. Вы сможете мне присылать какие-то сувениры или, возможно, вы меня нарисуете. Я обещаю вам в вознаграждении я тоже буду вам какие-то сувенирчики отсылать. Так что, если вы хотите, пожалуйста, адрес мой под этим видео. Да, Юлечка, тебе огромное спасибо. Следующее видео будет о ресницах. Только мой мастер как только освободится, мы сразу это все снимем. Все вопросы я уже переписала. Так что не переживайте, скоро это видео будет. Так что на весну делаем юбку с бахромой, покупаем яркие помады. А мы со злой. Пока! Пока!